Так, ребята, отвечаю на ваши вопросы, как выйти из жесткой финансовой эмоциональной ямы, выйти в процветание. Вы мне очень часто пишите такого рода вопросы, и я всегда хочу действительно вам на них ответить. Почему? Почему это важно, выходить из какой-то ямы и вообще, в принципе, чувствовать себя комфортно? Конечно, когда вы находитесь в каком-то эмоциональном раздрае, когнитивном раздрае, все кажется мутным, все кажется плохим, все кажется серым. Как начать выбираться? Напоминаю, очень многие бросаются во все тяжкие, как я говорю, и это абсолютно-абсолютно не работает. Почему я считаю, что нужно браться сначала за внутреннее состояние? В прямом смысле мы то, что мы едим, то, что мы пьем, то, как мы думаем, это уже проекция того, что мы сделали. Другой момент, выйти из жесткой эмоциональной финансовой ямы можно при помощи самого простого. Первое, это действительно нужно начать работать со своим состоянием, чисто психофизиологическим. Следующее, обязательно работать с хроническим стрессом. Хронический стресс запускает митохондриальную дисфункцию, запускает болезни. И если вы сами допускаете какие-то такие моменты, следите, конечно, следите изначально за тем, что получает ваш организм. Другой момент, если вы чувствуете, что эмоции переполняют, очень важно наполниться физкультурой. Это самое простое. И именно физкультура в моменты стресса помогает расслабиться. Другой момент, если мы с вами говорим про то, что называется эмоциональная яма, когда ты уже чувствуешь, что тебе плохо, постоянно плохо, и ты ничего не можешь сделать, то я рекомендую здесь просто прочувствовать, в принципе, то, что ты делаешь, почему это у тебя возникает. Это агрессия на мир, это депрессия, связанная со здоровьем, с финансами. Четко важно со своим психологом, психотерапевтом это отработать. То есть жесткая финансовая эмоциональная яма появляется, когда человек закопался, сам закопался. И здесь мы говорим про витамины, про питание, про образ жизни, про движение, про восстановление, про сон, про режим, про все, что влияет на твою работоспособность. И когда уходят деньги, уходят деньги тогда, когда нет энергии. Когда нет энергии, когда состояние, не стояние, когда состояние, не стояние, когда, опять же таки, организм в раздрае. И первое, что я буду говорить, следить за организмом. Второе, это четко, четко ставить цели и планы, не идти за чужим, не идти за красивым, сделать свое. И никогда не реагировать на то, что называется хронический стресс, вызванный другими. У тебя своя жизнь, своя дорожка, своя ситуация, свое состояние. И очень четко нужно понять, что да, возможно, что-то не идеально. Да, возможно, что-то идет не по стезе обычной, не по стезе нормальной. И очень важно в этот момент начать себя вытаскивать, насильно вытаскивать и делать так и то, что тебя действительно бодрит. И если мы с тобой говорим про хроническую какую-то историю бодрости, да, бодрости, то, конечно, она бывает иллюзорная. И да, выйти из этого можно, постепенно работая с триггерными точками, которые тебя напрягают. И пиши под видео, что ты уже пробовал делать. А я говорю, что супер важно получать витамины, минералы, антиоксиданты, ставить правильные цели, не руководствоваться другими, чужими убеждениями, не задавать себе глупых вопросов, зачем, почему, как, для чего, а просто идти действительно к своей мечте. Потому что твоя мечта, она в этой жизни только реализуется. Не в какой-то другой, а именно в твоей. И еще один момент, когда эмоций очень много, очень нужно не слушать других и не слушать чужие идеи, а начать действовать так, как ты это чувствуешь, как ты думаешь, что тебе нравится, что у тебя получается. Кому-то нравится рисовать, кому-то танцевать, кому-то хочется петь, кому-то орать. И услышать вот эту внутреннюю историю. Не блокировать никакую энергию. Если хочется орать, орать. Если хочется спать, спать. Но создать себе все комфортные условия для восстановления. Другой момент, когда ты идешь не своей дорожкой, когда ты идешь за кем-то, то обязательно, обязательно нужно работать с внутренним согласием. То есть, когда ты слушаешь других, ты не слышишь себя. И вот прям-таки часто нужно замирать, настраиваться. И что я сейчас, что мне сейчас хочется. Не как там у кого-то, а как мне сейчас. Поэтому это очень-очень важно. И нужно работать не с симптоматикой, не с болезнями, а с головой. Если с головой ты работаешь, то у тебя все получится. Пиши вопросы, подписывайся на мой канал. И скоро будут прямые эфиры с клиентами в онлайне, которыми я буду делиться.